Договоры на поставку мяса, створение в творчестве грибов и развитие туристичных относинов. Важные домовы подписали Могилёвшина и Китайская Дзянцу. В творчестве, працуя круглосудково, открыты сезонные прационные месты. У Быховским районе вырастили добрый урожай горошку. Новые жахары в Могилёвском заосаде. Глядите рубрику «Науластные вочи». Договоры на поставку мяса Яловича на створение в творчестве грибов и развитие туристичных относинов, подписанные помеж Могилёвской областью и Китайской провинции Дзянцу. Триважные документы стали выникам визиту замежной дырегации на Могилёвшину. Поча шматликих встреч намечены шерых и инших накерунков для будущего супрацовництва. Зносинам помеж Могилёвской областью и провинции Дзянцу ровно 10 год. Добрым подарункам лишать баки у юбилейную дату стало подписание значных для партнёров документов, які поглыбят взаимоотносины. Первый – это протокол об супрацовництве Могилёвского мясокомбината с китайским предприемством, згодной якого буде наладжена перепрацовка мяса Яловичины для поставок у провинцию Дзянцу. Китайский партнёр з'явится и у Крычевского района. Подписаны адповедный меморандум об замежном супрацовництве. У районе створяется адразу два предприемства по вытворчасти и поставцу у Китай грибов и вытворчасти автозапчасток. Районы яны дадуть от 70 до 100 новых рабочих местов. Зараз идти оформление документации по вылучшению будинков под вытворчасти. Эта воинская часть, она находится недалеко от агрогородка Красная Будда. Эти передаются помещения нам, и мы будем работать дальше по их передаче нашим китайским партнёрам. Совместными усилиями будем их развивать и получать от этого в том числе и поступление в бюджет, и развивать экономику региона. Третий документ носить гуманитарный характер. Гэта-меморандум об супрационнистве Могилёвского областного управления спорту и туризму и туристичной корпорации Нанкина. Сегодня мы здесь заключили три соглашения по сотрудничеству. Я думаю, что это только начало, а после этого я думаю, что у нас будет очень шире сотрудничество и будущее. Безусловно, экспорт для Могилёвской области, для экономики Могилёвской области очень важен, потому что мы производим больше, чем постребляем на внутреннем рынке. Поэтому те контакты, которые сегодня у нас находят место с провинцией Дьясу, они для нас очень интересны и выгодны. И контакты вот такого порядка делового, они будут еще усиливаться. Погоднения, которые уже оформились на паперы, тягнуть за собой шерох инших пропанов. Некоторые из них обмерковали по часу встречи. Китайская делегация, до прикладу, звернула увагу на химичную, текстильную промысловость, электронику, альтернативные краницы энергии. Тут так само можно зайти кропки сутокненья. Могилёвской области такие идеи цікавые, и в первую чергу упытание створения суместных предприемствов. Больше детальово працовать над перспективными суместными проектами зможа суместная рабочая группа. Алиса Рыбалка, Александр Артемиев, Новины Региона. Два миллиона слойков бляшанок с зелёным горошком вырыбили в этом сезоне на Быховском консервово-городненно-сушильном заводе. План ясши больше, до пяти миллионов. Тому, что с тё лета на полях заводского филиала Макранске вырос добрый урожай зелёного горошку. Вытворшись, працуя Круглосудкова, открытое сезонное працонное место. На полях с зелёным горошком працуют два комбайны. Повольно, али и пыль не назбирают урожай. Оказалось, что сё летнее прохолодное надворье как раз пасует доходы культуры. Тому урожайность более за 40 центнеров в гектару. Филиал Макранске мае 300 гектару. Диаши добрых отунков. Сегодня вы видите финальную стадию выращивания зелёного горошка в нашем селёном филиале. И началась эта работа почти год назад. Начиная с подготовки почвы, внесения удобрений. Сегодня мы имеем готовый товарный продукт, который не стыдно выставить и на полку. Любого магазина. Завод пройти над собранным на полях зелёным горошком Амаль, что бесперапынно. Зелёный горошек, як и кукуруза являются самой запотребованной продукцией. Быховского огороднина Сушильного тярует ассортименту у Амаль 900 позиций. Мы производим его на линии итальянской производительности 3 тонны в час. Как забеспечить вытворчий процесс у летку на Быховском заводе открываются сезонные вакансии. Ахвотников зарабить шмату, тем лику школьники и выпускники. Почему работаете? Деньги нужны для поступления. Студенты сбудут раду лечить, что для их, будучих специалистов, у харчаванни праца на заводе корыстная практика. У всех масса впечатлений, конечно, устаем, но всё же мы идём и работаем. Быховский завод шмат годов занимается консервованием зелёного горошку, який запотребованный у Беларуси. Помимо этого мы продаём наш горошек во все страны таможенного союза и не только, и в другие страны бывшего постсоветского пространства. Претензий к нам не поступает, все довольны, благодарственные отзывы у нас тоже имеются. Быховский завод, як я дома, знаходится у процесса санации. Сопер имкнется в новых умовах повелишить вытворчность и реализацию своей продукции. Так само и за межи. Амаль полова Быховских консервов сегодня продается у 19 краин. Таму добрый ураджай зелёного горошку тут вельми до рычи. С Быхова, Илона Иванова, Юра Власцу, Новины региона. Пытание про работу агропромыслового комплекса вытворчусть сельгазпродукции леса господарку можно будет традиционно задать у суботу, 22 лепеня. У гэты день правую телефонную линию проведет перший намесник старшини Аблова Конкама Олег Чекида. С 9 до 12 годин можно телефоновать по номеру 50, 18, 69. У Могилёве подчас телефонной линии так само выслухают за уваги по охове новокольного осяродя и гидрометеологии. Промые телефонной линии в суботу продают и во усих городских и районных выканавчих комитетах в области. Наприклад, у Могилёвским гарвы Конкаме телефонование преминамесник старшини Александр Потёмкин по номеру 42, 21, 02. А у Бабруйскім гарвы Конкаме на пытання откажа перший намесник старшини Олег Ковель. Телефон для сувязи у Бабруйску 76, 21, 41. Православные верники рыхтуются до традиционного хрестного ходу гоноробраза Божией Мати Баркалабовский. Ён ладіцца па благословенні епископа Могилёвского и Мстиславского Сафрония. У неделю 23 ліпеня раніцей багамульцы пачнуць шлях ад Могилёвского храма царскіх пакутнікав і пройдуць 40 кілометрів празбуйнічіся лець наваселкі Дашкуку Стайкі Барокку Ляды і плануюць прыбыць ў Баркалаба в Абыховскага района на вячернію службу. Святообраза Боскай Маті Баркалабовской адзнашаюць 24 ліпеня. У гэты дзень ў монастыры пройдзі святочная літургія. Баркалабовскі Абраз Боскай Маті адзін шануемых святынь Беларусі. Знакамітая ікона праславілася цудамі пачас Пауночной вайны і вайны 1812 года. Пасля рэволюція я захавалі вернікі. Потым яна была ў свято-троицкім храмі Быхова. Сем гаду таму урачыста перанесіна ў Баркалабовскі манастыр, які аднауляюць. Аснуны шастка ягуб даўніцва завершаны, завершаюцца работы і падобру парадкавані. Колькість туристав і паломнікаў дай святыні кожны год расте. Зазірнуць ў свят нямых чорнобелых фільмів пачатку минулого ста годзі запрышаю Могилёвскі этнографічны музей. Тут праходзіць выстава чары губернскага синематографа. Экспазіцца створана год таму і прысвечена 125 годзі російськага і 90 годзі беларускага кіно. Наведвальнікі выставы маюць махчымыць пазнаёміцца з этапамі становлення сусветнага кінематографа. Даведацца, калі і дзе жары Могилёва губернскага убачылі перші фільмы. Зно прагадаць імёны зорок нямого кіно і паглядзіць чорно-белая нямая кіностужкі з их уделам. А я ще отшуся бі у ролі режісёра анімаційного кіно конца 19-го початку 20-го стагодзі. Наведаць выставы можна до 19-го вересня. Каждая нахудзіць свае очарування в ціх фільмах чорно-белых. Ну, наверно, как все, що связано з децтвом. Это детство кінематографа. І для нас, наверно, це очарування такой детскості в тому, що відбувається на екрані. Нам сьогоднішнім вже таким видавшим всякі эффекты, спецэффекты, кіноэффекты, нам сьогодні на це смотреть, наверно, дуже виглядно. І приємна новина з Махилівського зоосаду. Тут народилися нові жахарі. В поповнені отбылось і у сямі муфлона, у косуль і високородних оленьів. Тепер тут п'ять новых маленьких вахованців. Зараз їх можуть бачить наведвальніки за осаду. Ну, а мы пропонуємо вам поглядеть на малых з екрану ваших телевізорів. У рубриці на уласне вочи. Більш цікавих новинок про Могилюшину на нашім сайті tvrmogilio.by А я з вами развітвуюся. Доброго вам настрою! Могилюшина 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 Могилюшина